Когда мы строим в Хаскеле сложное выражение, содержащее много операторов, то у нас может возникнуть проблема, связанная с приоритетом этих операторов и с их ассоциативностью. Разберемся сначала с приоритетом. Посмотрим, например. Пускай у нас имеется следующее выражение, содержащее два оператора. Какое действие должно быть выполнено сначала? Умножение или сложение? Из математики мы знаем, что, конечно, сначала должно быть выполнено умножение. Хаскель тоже знает об этом, но он знает об этом потому, что оператору сложения и умножения присвоен некоторый приоритет. Приоритет оператора умножения выше, чем приоритет оператора сложения, поэтому выражение, которое представлено здесь, разбирается однозначно. Приоритет в Хаскеле представляет собой число от 0 до 9. Чем больше число, тем выше приоритет. Применение функции считается тоже имеющим некоторый приоритет, а именно приоритет равный 10, самый высокий Поэтому выражение, например, такое разбирается однозначно Сначала мы вычисляем синус, а потом выполняем сложение Синус применяется к пятерке, и это применение имеет высший приоритет Любой оператор имеет приоритет ниже, чем применение функции Перейдем теперь к ассоциативности операторов Ассоциативность играет роль тогда, когда оператор не является ассоциативным Например, вот такое вычитание может быть проинтерпретировано двумя способами Первый способ расстановки скобок такой Это называется левая ассоциативность для операторов Второй способ расстановки скобок связан с правой ассоциативностью скобки Мы расставляем, начиная справа Мы видим, что результаты для неассоциативного оператора разные Ясно, что в математике принят первый способ расстановки скобок И мы видим, что если мы не расставляем никакие скобки, то работает ассоциативность Про оператор вычитания говорят, что он левоассоциативен Для того, чтобы задать ассоциативность и приоритет операторов В Haskell используются ключевые слова Они все начинаются с infix После этого для левоассоциативных операторов мы пишем l Для правоассоциативных операторов мы пишем r И, наконец, для операторов, ассоциативность которых мы по каким-то причинам не хотим задавать Мы пишем просто infix После этого Мы указываем уровень приоритета операторов Ну и имя оператора Посмотрим, например, из стандартной библиотеки Оператор возведения в степень имеет правую ассоциативность И восьмой уровень приоритета Функция logBase, которая представляет собой логарифм по какому-то основанию Это функция двух аргументов Будучи использована в операторном синтаксисе На это указывают обратные кавычки вокруг имени этого функции Тоже имеет такой приоритет и точно такую же ассоциативность Стандартные операторы умножения и деления Имеют седьмой приоритет и левую ассоциативность Операторы сложения и вычитания имеют шестой приоритет и тоже левую ассоциативность Ну также вы видите, что операторы сравнения на равенство, неравенство и больше, меньше, больше или равно, меньше или меньше или равно Имеют низкий четвертый приоритет и никакой ассоциативности Отсутствие ассоциативности означает, что они не могут участвовать в цепочке, длинной цепочке Если мы можем, например, складывать в цепочке много-много значений с помощью оператора сложения То строить цепочку с помощью оператора равенства невозможно Следует отметить, что в ситуации, когда приоритет и ассоциативность оператора не заданы То Хаскель предполагает, что ассоциативность оператора левая И приоритет у него равен девяти Субтитры создавал DimaTorzok